Привет, я Макс Морель, а это канал Велосклад. У вас есть какие-то вопросы, которые часто проскальзывают либо на стримах, либо вы об этом пишете в личку? Да, каюсь, я не всем отвечаю в личке, потому что, когда подписчиков перевалило за сотню тысяч, у меня уже полтысячи сообщений в ЛС. Ребята, сори, но я едва ли успею это все разгрести, хотя поначалу правда старался. Тем не менее, я отвечаю на ваши вопросы, с некоторыми даже у нас затягиваются какие-то переписки, и спасибо вам за то, что вы подписываетесь на страницу и пишете мне. Давайте я вам расскажу, как обстоят дела. Вы думаете, что у нас целая команда занимается каналом, группой, моей страницей? 20 человек работают на фуллтайме над каждым выпуском. Только видео снимают и монтируют. Нифига, все это делаю я сам. Даже если мы сейчас развернем камеру от слов к делу. Леха, прячься! Никого нету. Вообще никого, черт. А, там моя снаряга лежит. А, Ханциферова, до чего прекрасное место. Я вынес за скобку мой первый велосипед. Вдруг вам это и правда интересно? Моим первым байком был трехколесник с литым передним колесом. Я был почти как фиксер. У меня была и правда фиксированная передача, три колеса. Правда, каждый раз приходилось напрягать батю, чтобы он вынес этот чертов велосипед. А батя больше любил смотреть футбол и лежать на диване. Здравия желаю, товарищи телезрители. Кто будет его судить за это? Ведь все мы любим полежать на диване. После этого я катался на велосипеде чужом. Это был байк моего друга. Это был классный велик, на котором можно было натурально чилить. Садишься на седле, закидываешь ноги на руль и отдыхаешь. Да, это был кайф. После этого велосипеда меня батя начал учить кататься на мамкиной дисне. Педали сначала надо выучить. Тут три педали. Сцепление, тормоз и газ. Тут нет сцепления, тут газ и тормоз. О, я не хочу даже это вспоминать. Это было ужасное чугунное создание. Монстр, который хотел меня убить каждый раз, когда я с него падал. А падал я дофига. Но он не отбил у меня желание кататься. Даже наоборот. Я даже пытался его тюнинговать. Ну, знаете, как мальчишки, там, катафоты, всякие прикольные резинки. Они много чего находили в гаражах у своих бать. А у моего батя гаража не было, и не было катафотов, поэтому я тюнинговал мусором, который находил на помойке. Да, я помню, примотал шприц на переднее крыло, делал спойлер из деревяшки. Я прям вырезал деревяшку, прикрепил на заднее крыло, покрасил в черный цвет гуашью. И мне казалось, что байк выглядит круто. Помню, я подъехал к своему другу и говорю, Мишган, смотри, какой я клевый. А он такой посмотрел на мой шприц и говорит, Нихрена себе, Макс, у тебя шприц на переднем крыле? Ну ты блатной. Я катался на этом велике долго, до тех пор, пока моя семья не развалилась, и мне не пришлось уехать в другой город к отчиму. Друзья остались, к сожалению, там, и мы не смогли поддерживать контакт, потому что не было телефонов, не было интернета, не было нихрена. Поэтому я оказался в пустом городе, без друзей, но с велосипедом. У своего отчима в гараже я нашел очень неплохой байк. Это был горный велосипед, черт возьми, с переключателями скоростей. У него был прямой руль, закрытая рама. Это был классный байк, на котором можно было рассекать. Единственное, что у него не работали передачи, была полностью проржавленная цепь, убитые втулки, убитые колеса. Но это мне не помешало. Я решил, что я восстановлю этот байк во что бы то ни стало и буду на нем кататься. И я его восстановил. Я тогда, например, не знал, что если полить цепь маслом обильно, даже если ее прям оставить, замочить в масле, да-да-да, я выпрессовал все-таки этот штифтик, а потом засунул его обратно. А цепь полностью ржавую я отмачивал в машинном масле. Это была дичь. Дичь! 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 И я помню, что я не мог переключать передачи на этом велосипеде. Они были все проржавленные, а тросики нифига не ходили. Поэтому у меня был такой сингл, но со скоростями. Это дичь? Дичь! Дичь! Для чего? Для того, чтобы понтоваться. Торможу я такой перед незнакомыми чуваками и говорю, эй, пацаны, зацените, какой у меня велик. Оу, нифига, у тебя горный. Да-да, у меня горный. Тогда слово скоростной и горный, это было просто вершина блаженства. Блин, а сколько у тебя скоростей, чувак? Блин, пацаны, не поверите, 18. Я так и гордо уезжал, они стояли и пускали слюни. Я полностью безумен, а ты пускаешь слюни. Помню, как я убегал даже из дома. Сколько ж мне было лет тогда? Лет 10, наверное, или 12. Помню, как собрал рюкзачок, положил туда парочку простыней, запас яблок. Я был уверен, что по автомобильной карте дорог я смогу приехать в любое место, построить там себе шалаш и жить, потому что родители меня не понимали. Меня понимали только улицы. И велосипед подарил мне свободу. Помню, как рано утром я уехал на нем аж на 9 километров от дома. Тогда, в 10 лет, это казалось, что просто тысячу проехал. Родители на тот момент не искали обычно своих детей, думая о том, что если они куда-то уехали, то вернутся, как только захотят жрать. Ничего, есть захочет, придет. Так и случилось, когда закончился мой запас яблок, я вернулся домой. Так и не достроив свой шалаш. Но это были восхитительные часы. Помню, как я ехал на своем байке. Ветер развивал мои волосы, трепал футболку. Велик подо мной жужжал. И я видел новые и новые места, поля, лесочки, полянки, где я никогда не был. Мне казалось, там никогда не ступала нога человека. И я был первооткрывателем этих вещей. Тогда я понял, что байк это мое. Байк это свобода. Байк это молодость. Это вечное лето и счастье. Но, к сожалению, недолгим было мое счастье на этом велосипеде. Отчим увидел, что я им занимаюсь. Он увидел, что я занимаюсь этим самостоятельно. Сказал, что это дико хреново. И, в общем, сказал, чтобы я больше не катался на этом велосипеде и не садился на него. Блин, я не знаю, что в голове было у этого мужика. Но, тем не менее, он подарил мне велосипед. Это был сраный аист. То есть это было то же самое, что и мамкина Десна, только аист. Он был такой же тяжелый, некрасивый, уродливый. И без скоростей, разумеется, и приходилось на этом кататься. Потому что мой велик он у меня зачем-то отобрал. Конечно, когда соседские мальчишки вдруг увидели меня на этом, они сказали, Макс, что случилось? Где твой клевый велик? А я сказал, ну, как бы то ни было, я катался на этом аисте. Это было так себе. Поэтому я уверен всегда в том, что если байк тебе очень нравится, неважно в каком он состоянии, ты сможешь о нем позаботиться, и он будет доставлять тебе массу удовольствия. Но если у тебя байк нормальный, новый, ну, как бы доступный, достойный, который вроде не сломается, вроде бы он ездит, но он тебе не нравится, то он не будет доставлять тебе никакого удовольствия. Поэтому я покупаю себе велики только сердцем. Никогда не головой. Только сердцем. Вообще у меня было много прикольных историй с первым велосипедом, и я мог бы об этом рассказывать часами, но я не знаю, интересно ли вам. Поэтому если этот ролик соберет хотя бы 5000 лайков, то мы выпустим еще одну часть про мой первый велик. Ну, и еще я думаю, что было бы неплохо, если бы я ответил на какие-то ваши вопросы, поэтому задавайте их сейчас под этим роликом в комментариях, прям как у Дудя, черт возьми. И те, которые наиболее отлайканы, и те, которые понравятся лично мне, я буду озвучивать и отвечать на них, опять же, вот так на камеру в следующем ролике. Задавайте вопросы, которые вас интересуют лично обо мне, о моих велосипедах, о моем опыте и о моих приключениях. С вами был Макс Моррель, это канал Велосклад. Надеюсь, вам было интересно. Пока. И самое забавное, что мы это все проедем минуту за две, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok